6 утра в Белгороднестровской крепости на участке возле 16 башни в Гражданском большом дворе слышны удары молотой кирки. Почти три десятка молодых археологов и руководящий научный состав разгадывают загадки многовековой истории. Исследователи с полным набором орудий и четко поставленной целью вернулись в крепость спустя три года. Результат Белгородтирской археологической экспедиции – демонстрация наслоения исторических эпох. Впрочем, ничего удивительного для такого сложного памятника. И, тем не менее, картина почти уникальная, когда в начале раскопок археологи и волонтеры сталкиваются с оборонительными турецкими сооружениями 18 века, а, копая глубже, уходят на столетия назад, поближе к античному городу Тира. В разных частях памятника проводили раскопки. Например, во втором военном дворе, сейчас на открытом аэроскопе, там просто видно, значит, они не открыты еще в плане полностью. Но, тем не менее, там есть сооружение турецкого времени, это приблизительно 15-16 век, потом золотоордынское время, рядом помещение ниже, а еще ниже стоит часть дома римского уже времени. И вполне возможно, ожидаемо, что там ниже пойдут и какие-нибудь эллинистические слои и сооружения. Специалисты просканировали более 6000 квадратных метров территорий фортификационного сооружения. С 1 июля работы проходят на небольшом участке, на котором во время георадарных исследований была зафиксирована наибольшая аномалия. В том числе, даже тоже георадарку в других местах было бы провести намного проще. То есть, понятно, что-то нашли, если все это относится к одному примерно периоду, значит, она к нему относится. А вот именно для, в том числе, для трактовки правильной вот того большого георадарного исследования, проходит раскопка, просто послойно показать, что что означает. За две недели экспедиции археологи нашли бронзовый ключ, турецкий кинжал, пушечное ядро, амулет с надписями, монеты. А во время нашего визита часть посуды, также относящаяся к турецкой эпохе, которая хранилась под землей больше 300 лет. Находки по закону сдаются в музей на хранение. Другое дело, в какой музей? То есть, это будет либо краеведческий местный, либо это будет археологический одесский музей. Но это уже решает начальник экспедиции, который, собственно, и ответственный по этим вопросам, берет открытый лист. Единственные условия находки должны быть, скажем так, обработаны перед сдачей, они должны быть включены в отчет. И еще нам предстоит вторая половина исследований, это датировки, чистка металла, монет, определение керамики, которая состоится уже после летнего периода. В экспедиции принимают участие как новички, так и те, для кого эти раскопки не первые. Это в основном студенты одесских и львовских вузов. Питанием и жильем молодые исследователи обеспечены. Никаких спартанских условий и палаток у костра. Руководители экспедиции полагают, что это даже может немного расслабить копателей. Хотя внешне не скажешь, что кто-то приехал просто посидеть на стенах древнего города. Калывают все. Дуже интересно. Это моя первая археологическая экспедиция на природе, работе. Я много нового дизналася, как работать с этими всеми инструментами. Знахидки радуют, мотивуют дальше работать. Таким образом мы узнаем больше о прошлом и непосредственно можем выработать какую-то единую концепцию среди всех интерпретаций исследований, которые на данный момент существуют. А это очень важно в научном мире, потому что когда идут разногласия или конфликты, очень важно, чтобы был какой-то консенсус, какая-то единая концепция, которой придерживались бы все. Следующим этапом станут раскопки в военном дворе крепости, рядом с цитаделью. По мнению ученых, здесь располагался центр античной тиры, ее главная площадь и главный алтарь. Экспедиция должна насчитывать несколько отрядов. Здесь должны раскапываться площади не 20 на 20 метров, а сотни на сотни метров. Потому что это был город. Его надо брать, конечно, большими площадями. Это финансы, это определенного рода затраты, и временные в том числе. 90% информации об этом городе, об средневековом городе, о тех стенах, которые находятся сейчас за моей спиной, сокрыты под землей. По словам главного научного консультанта экспедиции, проведенная георадарная съемка, позволяет сразу сказать, где начать раскопки, каких размеров и на какой глубине ожидать участок, представляющий ценность для истории. Такой подход в разы экономит время и ресурс археологов. Помимо новых раскопов, внимание будет уделено местам, где археологические изыскания велись раньше. Экспедиция продлится до конца лета.